МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. По новым правилам. С 2020 года в Казахстане начал действовать ряд важных изменений и дополнений в законодательстве, которые не обошли стороной и логистику. А именно правила применения разрешительной системы отечественных автомобильных перевозок в международном сообщении. Отныне срок уплаты сборов за выезд из Казахстана установлен один день. Раньше можно было в течение 15 дней выплатить сумму за бланк. К слову, стоимость этой карточки доступа составляет один МРП. Также при выдаче разрешительного документа будут заполняться данные про автотранспорт, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении более детально. Отметим, изменения касаются стран, не состоящих в Евразийском экономическом союзе. Впредь услугополучатели должны указать при подаче заявлений наименование субъекта, адрес, марку машин и номер государственного автотранспорта. Такая необходимость возникла. Многие услугополучатели, например, злоупотребляют полученным бланками иностранных банков разрешений. То есть раньше мы выдавали только субъекту, а субъект уже по своему усмотрению вписывал туда номер автомашины. То есть есть факты передачи третьим лицам. Напомним, в Казахстане с 1 января вводится обязательное социальное медицинское страхование. Многие задаются вопросом, как им воспользоваться. О процессе получения медпомощи посредством страховки смотрите в следующем сюжете. В первую очередь для получения бесплатных медицинских услуг нужно определить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования. Узнать его можно в регистратурах больниц. Определив статус, вас направят в кабинет участковых врачей. Прошел такую процедуру и студент первого курса медицинского колледжа Талткургана Аймендос Орумбасаров. В последнее время у меня наблюдается незначительное ухудшение зрения. Чтобы не усугубить ситуацию, хочу проконсультироваться со специалистами. Хоть и впервые столкнулся с СОСМС, не вижу никаких препятствий для получения услуг. Попав в кабинет участкового врача, получайте направление к узкопрофильному специалисту, либо консультативной или лабораторной диагностикам. Таким методом Аймендос Орумбасаров направился к офтальмологу и получил квалифицированную помощь совершенно бесплатно. Делая минимальные взносы, весь пакет ОСМС будет доступен каждому гражданину. Если, например, скажем, те же дорогостоящие услуги, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, если в пределах одной исследования стоит, например, от 15 до 40 тысяч тенге, гражданин делает взносы, например, за год где-то 26 тысяч тенге, то на этом он выигрывает. То есть целый год данному гражданину будет доступен этот пакет. Узнать свой статус в системе ОСМС можно также через сайт фонда, Министерство здравоохранения, электронный портал ЕГОВ, через плагины в медицинских учреждениях. К слову, цифровизация значительно облегчила работу в подобных организациях, говорят специалисты. Пациент может записаться на прием к врачу через мобильное приложение ДомуМед, может записаться по телефону, может записаться через сайт поликлиники, может записаться через ИГОВ. Таким образом, поликлиники в регистратуре уменьшилась в очередь. На данный момент не актуализирован статус порядка у 80 тысяч жителей Алматинской области. Работа по их определению местными исполнительными органами продолжается. Илья Манарембеков, Аблахутхпай, телеканал РИЦСУ, Талды Курган. Развитие государственного языка в нашей стране – задача первостепенной важности. В целях пропаганды его изучение ведется не только в среднеобразовательных учреждениях, но и дошкольных организациях. Если уровень знаний школьников можно проверить благодаря тестам и проводимым олимпиадам, то об успехах самых маленьких полиглотов в детских садах узнаем из материала Кульмиры Тимиргалиевой. Языковая политика в Казахстане предусматривает не только знание казахского языка, но и его популяризацию. За 9 лет реализации программы развития и функционирования языков, рассчитанной на 2011-2020 годы, достигнуты определенные результаты. Так, документы обороты развития методологии обучения в образовательных учреждениях ведется на государственном языке, а занятия для детей ведутся на трех языках. Детский сад номер 42 существует вот уже 40 лет. Рассчитанный на 280 мест, он вмещает 12 групп, третий из которых – русскоязычная. Для малышей изучение нового для них языка не представляет особых трудностей. К необходимости знать государственный язык и изучать его с детства со всей серьезностью подходят и родители воспитанников. И вот хочется, чтобы в дальнейшем сын тоже владел полностью казахским языком, потому что, живя в республике Казахстан, мне кажется, каждый гражданин должен знать казахский язык. На сегодняшний день в Талдыкургане два дошкольных учреждения практикуют новую для города систему языкового погружения по методу эстонских коллег. По словам заведующей детским садом номер 42 Гульнисы Досан-Кызы, пилотный проект запущен в тестовом режиме. Примечательно, что новшество было с радостью принято родителями воспитанников дошкольного учреждения. С каждым годом интерес к государственному языку растет в связи с тем, что родители все больше понимают, насколько важно и насколько интересно уже в раннем детстве осваивать языки детьми. Казахский язык на равне с родным учат и маленькие жители села Чунжа Уйгурского района. Детский сад Айала посещает 100 детей. Персонал дошкольного учреждения активно обучает малышей особенностям государственного языка. По признанию заведующей учреждением Наргизы Разиевой, около 40% от общего состава детей – это представители других национальностей. У нас в последние годы очень большой спрос именно на казахский язык, на казахские группы. Даже другие национальности стараются изучать казахский язык. Они хотят его знать в совершенстве. И спрос очень большой. Бессмертие народа в его языке, когда-то сказал Чингис Айтматов. Систематизированное изучение государственного языка с раннего детства – залог успешного развития не только молодого поколения, но и нашей страны. Жить в комфорте. Более 40 общежитий Алматинской области проверили члены партии «Нур-Отан». В ходе мониторинга выяснилось, что на данный момент в регионе имеется свыше 9 тысяч мест. Основной целью мероприятия стало выяснить, в каких условиях живут студенты. В целом, как поведали проверяющие, ситуация очень хорошая. Студенты обеспечены всем необходимым для учебы и досуга. Во всех общежитиях имеются медицинские кабинеты. Чистота и порядок также соблюдены. Никаких нарушений санитарных норм не зафиксировано. Замечания члены партии сделали лишь по одному общежитию. Проверяющие рекомендовали администрацию учреждения заменить старые двери и жалюзи. По инициативе Акимова-Семанды Габасовича с прошлого года началась реконструкция, вы знаете, недостроенного общежития. Обеспечены будут 8 колледжей. Город Талдыкурган и ЖГО имени Женсугорова. Надо сказать, что, да, к сожалению, на сегодняшний день 4 колледжа у нас не имеют собственных общежитий. Но в этой связи в прошлом году были выделены деньги на ПСД проекта смертной документации, выделены земельные участки. Этот вопрос тоже решится в 2021 году. 86 грантов по программе «Инбек» на сумму более 45 миллионов тенге будет выделено в этом году по Алматинской области. Об этом стало известно в ходе тренинга, организованного Центром занятости Талдыкургана для многодетных и малообеспеченных семей. Мероприятие состоялось на базе Центра поддержки Жануя и неспроста. Задачей этой организации является обслуживание горожан по вопросам получения государственной поддержки, прохождение профобучения, трудоустройства и оказание юридической и социальной помощи. Именно с этой целью по изменениям, внесённым в этом году в программу «Инбек» на мероприятие были приглашены представители из социально уязвимых слоёв населения. Как выяснилось, в системе микрокредитования для них появились очень хорошие возможности. Для граждан из многодетных и малообеспеченных семей, которые хотели бы открыть свой бизнес, в этом году есть хорошая новость. Согласно изменениям в программе «Инбек», им теперь для получения гранта не обязательно проходить обучение. Нужно только подать заявку со своей идеей и защититься. На сегодня поступило уже около ста заявок. Гранты начнут выдавать с февраля месяца. Знай своих героев. Билборды с портретами участников Великой Отечественной войны намерены установить во всех городах и районах Алматинской области. Такую инициативу выдвигает региональный совет ветеранов. С каждым годом ряды фронтовиков рядеют. Если в прошлом году в Алматинской области насчитывалось 94 участников ВОВ, то на сегодняшний день их 72. В рамках празднования 75-летия Великой Победы региональная ветеранская организация намерена провести ряд мероприятий. Это концерты, круглые столы, конференции и встречи с молодежью. Также в местных СМИ героям Победы будут посвящены передачи, сюжеты, рубрики и статьи. Помимо этого инициаторы проведут множество благотворительных акций. В работу они привлекут волонтеров-жидцов. Мы хотим сделать меморандум с молодежной организацией. Этот год президент же обозначил годом волонтеров. Значит, мы хотим с ними вместе работать, чтобы они взяли под опеку наших ветеранов и толовиков. И целый год они провели с ними работу. Кому надо оказать помощь там. Городской совет ветеранов Талдыкургана подвели итоги работы за 2019 год. В ежегодной отчетной встрече принимали участие члены пленума Городского совета ветеранов, руководители 15 талдыкурганских филиалов, почетные аксакалы, активисты ветеранского движения. Впервые пленум посетил с визитом глава областного центра Галымжан Абдраимов. В своем докладе председатель Городского совета ветеранов Акшабай Керембеков затронул вопросы участия ветеранских организаций города в патриотическом и нравственном воспитании молодежи и работы комиссии Талдыкурганского совета ветеранов по пенсионному обеспечению и социально-бытовым вопросам за отчетный период. Подобные мероприятия способствуют вовлечению пожилых людей в общественную жизнь. Самое крупное объединение наше 24 600 человек в количественном отношении Городского совета ветеранов. Поэтому это самая большая общественная организация в нашей области. Поэтому от его работы многое зависит. Сильные порывы ветра повалили часть так называемой стены Трампа на границе США и Мексики. Из-за непогоды несколько элементов заграждения высотой 9 метров упали на мексиканскую территорию. Это произошло примерно в 160 километрах к востоку от Сан-Диего. Американские издания отмечают, что этот участок стены был установлен недавно. В основании конструкцию должны были залить бетоном. В итоге заграждение не выдержало уже первых сильных порывов ветра. В погранслужбе США отмечают, что мексиканская полиция своевременно закрыла проезд по приграничной дороге. Стену начали ремонтировать. Произошедшее обещают обсудить с подрядчиком, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. С высоты птичьего полета они кажутся снежинками, падающими в воду. В поисках тепла и солнца тысячи белых пеликанов ежегодно прибывают из Канады в Мексику, к крупнейшему в этой стране пресноводному озеру Чапала. Птицы проведут здесь зимние месяцы, а затем снова отправятся домой. Не только комфортная температура влечет пеликанов к этому озеру. В расположенном поблизости рыбацком поселке Петатан рады пернатым гостям. Для них каждый день устраивают роскошный рыбный праздник. В Мозамбике более 90 тысяч человек не могут вернуться домой через 10 месяцев после стихийных бедствий, вызванных циклонами Ида и Кеннет. Почти 2 миллиона жителей по-прежнему испытывают дефицит продовольствия. Ида и Кеннет обрушились на Мозамбик в марте-апреле прошлого года. Впервые в истории страна пережила нашествие сразу двух тропических циклонов в течение одного сезона. Самый жестокий Идай с присвоенной ему четвертой категорией сложности унес 600 жизней и вынудил к бегству 140 тысяч человек. Два с лишним миллиона граждан Мозамбика по сей день нуждаются в гуманитарной помощи. В столице Казахстана стартовали мероприятия, приуроченные к 175-летию Абая. Влияние литературного наследия выдающегося мыслителя призвано на мировом уровне. И хотя мировоззрения Абая были направлены в драматическую эпоху казахского народа, конец 19-го, начало 20-го веков, однако его взгляды и принципы не менее актуальны и в нынешнюю пору. Философские стихи Абая должны были быть изучены в свете национальных ценностей, считают Абая-веды. Наша задача доказать, что Абай не только мудрец, он намного выше этого, он гений. Что для этого нужно? Исследования, проводимые в области Абая-ведения, должны осуществляться систематизировано. Кстати говоря, об этом я ничуть не преувеличиваю. Погружаясь в мир Абая, последовательно изучая его в течение четверти века, пришел к этому смелому выводу. Мир Абая глубокий, чистый. Возможность переобщения людей к знанию не зависит от национальной, расовой, социальной, религиозной принадлежности. Актуальность слов великого просветителя Альфа-Раби бесспорна и сегодня. Последователь Аристотеля, сын великих степей Альфа-Раби, является основоположником арабоязычного перипатетизма. Помимо научных трудов о философии, ученый оставил после себя целое наследие трудов. Философ, математик, теоретик, музык, он оказал большое влияние и на становление средневековой арабоязычной философии. Жизнь и деятельность ученого Востока стала предметом обсуждения на прошедшем круглом столе, приуроченном к 1150-летию Альфа-Раби. По утверждению организаторов данного мероприятия, подобные встречи с молодежью нужны для пропаганды ценностей и гуманистических идей среди подрастающего поколения. Это мероприятие было проведено с целью пропаганды ценностей, которые проповедовал Альфа-Раби, то есть толерантное восприятие чужой культуры, достояние ценностей чужой веры, которые актуальны и нынешнее время. Более 400 спортсменов стали участниками республиканского турнира по каратэ среди детей, юниоров, мужчин, женщин, а также ветеранов данного спорта. Соревнования прошли в спортшколе Алатау Толгарского района и продлились два дня. На открытый турнир по каратэ Кио Кушенкай съехали спортсмены из девяти регионов страны. На протяжении двух дней они сражались за призы мастера спорта международного класса Бекмурата Максутова. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 400 каратистов в 47 весовых категориях. Среди них воспитанники детской, юношеской спортивной школы Алмалы. В данной школе, дюши Алмалы, здесь занимается 957 воспитанников. Это в отделениях бокс, борьба, тэквондо, греко-римская борьба, вольная, самбо, волейбол. У нас есть девочки, призеры чемпионов Казахстана. В феврале наши воспитанники отделения каратэ едут на чемпионат Европы в Стамбул. Ну и, соответственно, чемпионат мира, он будет проходить в Токио. Для кого-то эти соревнования стали первыми. Достану Серегкале всего четыре года. Благодаря упорному труду и тренировкам он сумел пройти в финал. Я приехал из города Семей. Мне нравится каратэ, и я приехал, чтобы победить. По итогам двухдневного турнира спортсмены Алматинской области завоевали 38 медалей различных достоинств. В номинации «Лучший каратист» первое место занял воспитанник спортивной школы Алмалы Виктор Ильченко. Он выступил в весовой категории до 70 килограмм. Победители и призеры награждены медалями и ценными призами. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЧТСУ, Толгарский район. На этом у меня все. Приятных выходных. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!